Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Футбольное Воззрение и я, Евгений Монархович. Сегодня мы начинаем нашу передачу с матча «Дублирующие команды». Команды «Ислач-2» и «Славия-Мозырь-2». Матч проходит и в Минске, и, как вы можете увидеть, у нас за спиной идет первый тайм этого интереснейшего матча. Гостевой матч «Дублирующие команды» «Славия-Мозырь» нами в этом сезоне посещен впервые. И приятно, что этот матч наша команда провела в высшей степени достойно. Соперник, вторая команда «Ислач» имеет в своем составе ряд опытных футболистов. И нашим юным дарованиям порой приходилось, ой, как непросто в борьбе с оппонентами. Впрочем, мозыряне не тушевались и в первом тайме старались держать натиск соперника, который имел преимущество. «Славия-Мозырь-2», конечно, старалась. Контратаковала, но все же моментов у хозяев поля было побольше. Однако эти моменты моментами и остались. Ведь в воротах нашей команды играл Евгений Иваненко и в первом тайме. И во второй половине игры, как ни старались футболисты «Ислачи», они не могли поразить ворота мозырян. Более того, вдохновленные оборонительными успехами, футболисты «Славия-Мозырь-2» могли выиграть эту встречу. Но в концовке матча нападающий полейского клуба не сумел переиграть голкипера. И, кстати, вратари были лучшими в этом захватывающем, но безрезультативном на голы спортивном поединке. «Скажем так, в данной ситуации я рассчитываю на этот результат как положительный. Не получилось забить на один гол больше, чем противник. Поэтому ничья, ну эмоциональный матч, могли его спасти в конце. К сожалению, Михаил Гончар еще пока рано, чтобы он нам постоянно приносил пользу. Ничего, парень старается, прогрессирует, дай бог, может что-то получится. С другой стороны, могли и проиграть. Конечно, сегодня Женя Иваненко очень помог. Команда довольно примитивный футбол использует. Длинные забросы, борьба вверху, учитывая их ростовые данные, тяжело нам было. И возрастные в том числе. Плюс на протяжении полутора тайма у них играли опытные футболисты, с которыми я еще поиграл. То есть, конечно, это откладывало отпечаток на ход матча. Ну ничего, молодцы, бились, старались. В целом, сейчас сразу без анализа, если так, я доволен. Во втором тайме мы увидели на трибунах наставника молодежной команды Республики Беларусь, Игоря Николаевича Ковалевича, который, между прочим, получил отличную возможность увидеть в деле кандидатов на место в сборной команде не старше 23 лет. Хотя в целом к играм дублирующий команд Игорь Николаевич, как нам показалось, относится в некоторой степени иронично. В принципе, неплохая игра была. Мозырь мог в конце забить момент, не реализовали. А так, ну, хорошая одержимая игра. Ребята старались, что скажешь. Как нам кажется, место в молодежной сборной команде заслуживает Евгений Иваненко. Голкипер Славий Мозырь – прекрасно проведший поединок против Исла Че-2 и заслуживающий признания лучшим игроком прошедшего матча. В артуре, как нужно, всегда большая, очень высокая концентрация. Всегда смотреть на поле. И с первой до 95-й минуты всегда быть в тонусе. И так будет результат. Нелишним будет узнать и о необходимых качествах центрального защитника. И расскажет нам о них Илья Нечапаренко – фундаментальный оборонительный игрок дублирующего состава Славия Мозырь. Я думаю, защитник центральный должен быть крепкий, высокий, мощь. Главное, чтобы был корпус. Силен должен быть. Спросили мы у Ильи о его впечатлениях только что завершившегося матча. Мне кажется, сложная была вся игра. Моменты были, борьба была. Могли забивать два. Также могли пропускать. Женя Иваненко выручал много. Еще одним лидером обороны мозырской команды можно назвать Ивана Лузана – перспективного футболиста, которому уже пора становиться игроком главной команды своего клуба. Сложно было играть, была плохая погода, очень жарко было. Еще плюс искусственное плохое. Было сложно играть. Хотя бы какой-нибудь дождь прошел, чтобы поле было быстрое. И плюс уровень команды намного выше. Были моменты у них забивать, и наши были моменты. В конце второго тайма могли и вывести вперед команду свою. Ну, сыграли как сыграли. Все же, в целом сыграли довольно неплохо. И заработанная очков за счет турнира таблицы «Перенство» – это достижение. Могли победить как мы, так и соперник. Не забили на последней минуте хороший момент. Но 0-0 тоже для нас положительный результат сейчас. Теперь нам осталось дождаться победы нашей славы и мозырь-2. Хотя в следующем матче с дублирующим со славом Борисовского в Бате сделать это будет ой как непросто. Думаю, победы мы добьемся в скором времени, но играть против старших гораздо тяжелее, чем на своем возрасте. Кстати, матч дублирующих команд славей мозырь и Борисовского в Бате пройдет по традиции на стадионе Полесья в Козинках в 13.00. И наша команда очень ждет родных болельщиков, которые всегда придают спортсменам новые силы. А силы молодым мозырянам ох как нужны. Ведь кроме поединков-дублеров, их ждут еще и матчи чемпионата юношеских команд клуба высшей лиги. Так называемые лицензионные турниры. Сил хватает насчет тренировок. Получается, что сейчас было две недели паузы. За это время чуть подтянули физические кондиции. А так в основном получается, ребят только приходится восстанавливать. Потому что игры часто идут. Максимум между играми. Ну что, можно сказать количество матчей, которые мы провели. Мы 18 матчей провели за два месяца. Это все понятно, что у нас тренироваться некогда. Игровой опыт у юных футболистов Слави и Мозырь потрясающий. Только представьте себе, на следующий день после поединка со второй командой Ислачи наши герои выйдут на свой следующий гостевой матч уже в Слуцке. Следующая игра у нас завтра в Слуцке. И из игроков только один человек не поедет с нами играть на лице. Это вратарь Иваненко. Так все остальные завтра опять же едут играть в Слуцк. Матчи в Слуцке, кстати, завершились для нашей команды следующим образом. 4-3 победа команды 1997 года рождения. И 7-0 результат матча в пользу Слави и Мозырь 99. Как видим, опыт чемпионата дублирующий команд идет нашим звездочкам на пользу. И будем надеяться, они станут только прогрессировать в уровне своего мастерства. Ну и кульминация футбольной недели для нашего футбола поединок в Молодечно. Где Ислач на правах хозяев принимала Слави и Мозырь. И плотность турнира таблицы переноса перед этим 10-м туром была высокая. Как никогда победа любой из команд возносила ее наверх чемпионат. А вот поражение отправляла во вторую группу команд. На матч Слави и Мозырь вышла в следующем сочетании игроков. С первых минут гости пошли вперед большими силами, но хозяева, вероятно, ожидая подобный сюжет, достойно отражали угрозу от своих ворот. Сами переходя в контратаку. Позже и вовсе игра выровнялась. И хоть моменты были как у одних, так и у других ворот, на таблу горели нули, которые в первом тайме так и не поменялись. Игра, кстати, несмотря на нули на табло, захватывала прежде всего своей борьбой, в результате которой спортсменам часто приходилось оказывать помощь со стороны медицинских бригад. Также замиранием сердца болельщики следили за моментами, которые были у ворот как Слави и Мозырь, так и Ислачи. И, конечно же, прекрасны были зрители, особенно со стороны Мозырян. Ведь гости отважились в дальний путь, а приехав, без тени смущения, выводили свои победоносные кличи, вдохновляя команду на успех. В перерыве у Слави Мозырь произошла одна замена. Вместо Евгения Концевича на поле вышел Ярослав Шкурко. Позже, на 64-й минуте, Андрей Воронкова сменил Бруно-Леменчевский. Игра, в том числе и благодаря вводу свежих сил в строй, стала еще интереснее в исполнении полейской футбольной дружины. Как говорится, гол назревал, и моментов у ворот Ислачи, опасных моментов стало в несколько раз больше. В это время, пожалуй, не было ни одного игрока Слави и Мозырь, кто не оставлял бы на поле все свои силы, на флангах и в центре поля. У штрафной соперника и вблизи собственных ворот все подопечные Юрия Иосифовича Пунту состарались и делали для победы все возможное. Такое самопожертвование не могло пройти даром, и на 80-й минуте матча Владислав Жук, наш прекрасный дриблер, исхитрился нанести удар с разворота левой ногой, да так, что прекрасно игравший в этом матче вратарь Ислача Александр Будаков ничего не смог противопоставить этому удару. Исполнение углового удара Игорем Костровым, попытка выбить мяч из опасной зоны игрока Ислача и отличный удар верно выбравшего позицию Владислава Жука, который забил свой первый мяч в рамках Беларусьбанк, чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. После были напряженные 10 минут замены Дениса Лаптева на Максима Павловца, неистовый штурм Ислача и героическая оборона Славии Мозырь в собственных ворот. В итоге свисток судьи, который ознаменовал собой окончание этого интереснейшего матча, завершившегося победой нашей Славии Мозырь со счетом 1-0. Как не отметить Владислава Жука, проведшего свой первый гол в рамках элитной лиги главного республиканского клубного турнира? Тем более, что гол этот случился в единственном числе, да еще такого напряженного поединка, забирающего все без остатка силы. Конечно, да, соперник был очень хороший. Хорошо, что мы забили в конце, и уже видно было, что подустали, ну, парни все подустали. Я в том числе уже ноги начал сводить, вот, и как забивал, пошла подача. Но мне всегда Юрий Осич Бунтус говорил, бежать на дальнюю штангу. Я, как бы, выполнял установку, и так получилось, что мяч мне скачил, я принял, и левый уже, ну, пробил и забил гол. После матча традиционная пресс-конференция наставников команд, которую начинает тренер команды гостей, то есть нашей Славии Мозырь. Не скрываю, что ехали за победой, потому что сегодня вы все смотрите турнирную таблицу. В такой ситуации всегда хочется выиграть, а не проиграть, потому что поражение – это сразу падаешь на дно таблицы. Победа, сразу, по крайней мере, стремишься вверх на какие-то строчки. Вот, мы сегодня очень хотели победить, мы победили. Считаю, что с долей везения, потому что игра была равная, и в какой-то мере, пусть это был спонтанный момент, но нам перед счетом еще, когда счет был 0-0, очень повезло. Наверное, это все-таки везение было каким-то итогом все-таки технического оснащенности в тот момент, а у футболиста, у которого был такой момент. Я еще раз подчеркну, мы разберем, почему там не было концентрации, но это была не комбинация, но все равно момент был. Так же, как и в первом тайме, когда мяч разошелся со штангой, мы тоже там неудачно сыграли. А так, в общем-то, команды я доволен и считаю, что пусть доля везения, но мы не выиграли, как мы во дворе называли, на халявку. Это был итог, наверное, того труда, который ребята сделали на поле. Один из вопросов журналистов был о состоянии здоровья капитана Славии Мозырь, галкипера Николая Романюка, который в концовке встречи в одном из игровых столкновений получил ушиб грудной клетки. Дай бог, чтобы, думаю, что ничего, потому что сегодня мы не скрываем, что у нас очень хорошие вратари, но их два только, Романюк и Иваненко, и в дубле молодая зеленая молодежь, которая, если у нас какая-то беда с вратарем случится, то будут проблемы. Поэтому я думаю, что дай бог, чтобы все было нормально. Пока я так не слышал, чтобы там была какая-то трагедия. Действительно, Коля парень крепкий, ему никакие ушибы не страшны. И пожелав удачи нашему прекрасному голкиперу, выразим надежду, что и дальше он будет дарить своим болельщикам радость. В виде вот таких поединков, когда его в рот остаются на замке. Ну, да продолжим пресс-конференцию. И сейчас вашему вниманию комментарий матча от главного тренера Ислача, Виталия Леонидовича Жуковского. А что говорить, ну, игра была доволна. Это было видно. И понятно, что я думаю, что был счет не 1-0, а максимум 2-0, если в конце кто-то убежал. Ну, надо было забивать, мы не забили. И, в принципе, был момент сравнять. Знаете, бывают моменты там, говорится, 100%. Но когда с 7 метров и своей удобной ногой ты не попадаешь, ну, без сопротивления. И то же самое, что в конце матча не забиваешь, где надо просто пробить и не перебрасывать. Не знаю, как бы, в чем дело. Ну, бывают такие моменты, когда люди сделают все наоборот. Понимаете? Ну, были моменты. Я не скажу, что мы соперника переигрывали, да? Равная игра была. И, ну, не идет. Не идет. И я считаю, что все равно здесь это начинают, знаете, как футболисты искать, что там, вот молодечно, не фартит. Ну, что не фартит? Ты футболист, который ты тренируешься. Ты, я считаю, что должен исполнять эти моменты. Ты должен исполнять эти моменты. Ну, не исполняешь и получаешь. Баранки говорит, знаешь, это класс нашей команды. Еще ни разу Ислыч не одержала победу в этом сезоне на своей домашней арене. Понятно, волнение футболистов, которые видят в этом даже мистическое значение. Но, думаем, представители Минского района скоро порадуют родных болельщиков Виктории. И в завершение рассказа о Ислыче хочется сказать слова благодарности клубу, который внимательно относится к гостям. И та же пресс-служба просто покорила своим профессионализмом, идеями и обаянием. Ну, естественно, у нас есть запланированные активности. Ну, мы, конечно, не будем рассказывать, потому что хотим, чтобы это было интересно, чтобы это никто до нас не сделал. Ну, а так вот у нас в этом году, вот у меня появился помощник Саша. Мы с ним начали вместе сотрудничать. Нам вместе хорошо работается, то есть комфортно. И, в принципе, ну, сработались. И будем дальше вас удивлять. Как видим, женщины в роли пресс-аташе украшают команду. Причем не только шармом, но еще и профессионализмом. Честно, с футбольного клуба и Ислыч я и начала, как бы, ну, увлекаться футболом. Поэтому, ну, вот так вот. Ребята рискнули меня взять. Ну, я надеюсь, не жалеют. Еще бы они пожалели. Они просто счастливы, как нам кажется. Ну, да ладно, пора возвратиться к самому матчу. И очень приятно было видеть на очередном гостевом поединке своей команды председателя попечительского совета Слави Мозырь Виталия Петровича Павлова. Хочу поздравить всех болельщиков команды с этой победой. Она была непростая. Ислыч достаточно крепкая команда, хорошо обученная. Поэтому, думаю, что мы показали хороший футбол и переиграли команду по делу, по игре. Могли забить больше, но, к сожалению, где-то нам не повезло. Но, тем не менее, думаю, что тот футбол, который команда показала, он такой добротный, он грамотный футбол. И команда чувствуется, что набирает обороты. И хочу пожелать команде удачи, как говорится, двигаться в том направлении, которое выбрано. Уже по традиции, болельщиками Слави Мозырь путем голосования на сайте клуба был определен лучший игрок «Майя». На этот раз им стал Папуно Мозанглешвили, в этот раз дававший интервью на своем родном грузинском языке. Папуно поблагодарил болельщиков за признание, которое дает ему новые силы для совершенствования, а значит и лучшей игры. Следующим нашим собеседником стал соотечественник Папуно Якоби Авхазава, который, не глядя на свой статус запасного игрока в этом матче, искренне радуется за успехи товарищей, выходивших на поле. Конечно, это потому, что в команде одна семья, все переживают друг за друга и за команду переживаем. Конечно, это безусловно, но, конечно, самому хочется поиграть и доказать, что игрок основного состава. «Сегодняшняя победа – это был, безусловно, шаг вперед, и мы сейчас уже на шестом месте находимся, и это огромный шаг вперед. Конечно же, уже сейчас опять играми не проигрывали, и беспроигрышную серию продолжаем, и надеюсь, что с Батой то же самое будет». Олег Страханович на этом матче был вместе с сыном Иваном, который из-за кромки поля поддерживал своего знаменитого отца и вдохновлял того на новые свершения. «Я больше занимаюсь хоккеем, потому что я хоккеист, но футбол тоже немного». Естественно, первый вопрос Страхановичу-старшему был о том, почему же его сын не пошел по футбольной стезе, откуда появился хоккей. «Не знаю, почему-то сразу хотелось мне, да, как и футболисту, чтобы сын тоже пошел по моим стопам, но как-то пошли, с женой пообщались и с четырех с половиной лет отдали его в хоккей. То есть уже сразу амуниция у него, эта клюшка, эта маска, ему нравится, занимается». Оказался ли на матче юный хоккеист по собственной инициативе или воле случая? «Не случайно, мы уже договаривались, он уже давно просился ко мне на игру, и в Мозырь, то есть в Минске, что он там в садик ходит, у него свои там занятия, поэтому сейчас у него каникулы, и воспользовались этим свободным временем, сейчас у меня будет неделю жить». Олег провел одну из своих лучших игр за Славей Мозырь в нынешнем сезоне. Много участвовал в борьбе, и, конечно же, он, Олег Страханович, вице-капитан полейской дружины в немалой степени поспособствовал победе Мозырской команды над соперником из Минской области. «Сегодня тяжелая игра была и для нас, и для Ислыча, поэтому немножко, я думаю, нам больше повезло в сегодняшнем матче, потому что и у них были хорошие опасные моменты, и у нас. А на данный момент нам, я думаю, все-таки важнее было три очка взять, потому что график у нас тяжелый, впереди Бате, Жодина, Шахтер, Динамо, Минск, и поэтому для общей такой психологической уверенности это важная была для нас победа сегодня». Кроме поединка в Молодечной, в 10-м туре Беларусьбанк чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2016 года среди команд высшей лиги были сыграны следующие матчи. Белшина-Бобрусь-Городея 0-2, Витебск-Слуцк 2-0, Динамо-Брест-Динамо-Минск 1-4, Крумкачи-Минск-Нафтаново-Полоцк 2-0, Неман-Гродно-Торпеда-Белас-Жодина 0-3, Минск обыграл со счетом 11 Олигорский «Шахтер» и «Бате» Борисов-Горник Мякошевича 4-0. В списке бомбардиров целый квартет игроков забил 6 голов. Это Михаил Гордичук из «Бате», Виталий Булыга-Белшина, Александр Демешко-Динамо-Брест и Максим Скавыш «Торпеда-Белас». После этого тура Славия Мозырь заняла 6-е место. И трудно припомнить, когда полейская команда в последнее время поднималась так высоко. Будем надеяться, это только начало. И в дальнейшем наш клуб станет только подниматься к вершине республиканского клубного футбола. Хотя следующий матч 11-го тура против Борисовского «Бате» – настоящее испытание. Кстати, матч состоится 10 июня. В пятницу в 18.00 на стадионе «Юность». А кроме игры в Мозырье, в других городах Беларуси встречаются. 9 июня в четверг. Городея, Неман, Гродно. Слудск, Динамо-Брест. Горник Мякошевич и Крумкачий, Минск. Натаново-Полоцк, Витебск. 10 июня в пятницу. Шахтер, Солигорск, Белшина, Бобруйск. Динамо-Минск, Минск. Торпед, Белас, Жудино, Ислыч, Минский район. Ну и в завершение мы еще раз возвращаемся в Молодечно. И скажем спасибо этому симпатичному городу, который подарил Славе Мозырь и ее преданным болельщикам такую важную, значимую победу. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все. Скажем прямо, этот тур нашей команде удался. А с вами было футбольное обозрение. Евгений Монархович, Олег Фиснер и Вячеслав Приписнов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин